Что сейчас происходит в регионе, об этом расскажет телеканал ПС. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. Густой ледоход в акатории порта Архангельск прошел. Ночью его можно было наблюдать в Маймаксанском, рукаве Северной Двины. По данным гидрологов, подтоплений нет. А вот в Котловском, Велегодском и Вельском районах ситуация несколько иная. Там начался небольшой разлив. Редоход ожидают и в ближайшее время на Мизене. В Архангельске же возобновили работу пассажирские буксиры. А вот теплая весенняя погода в областном центре ожидается не скоро. Это неделя и начало следующей недели, включая 9 мая. В общем-то погода на территории Архангельской области ожидается холодная, прохладная. То есть осадки у нас ожидаются по области в большинстве районов. Осадки будут выпадать и в виде снега, и мокрого снега. Может быть в южных, крайних южных районах и в виде дождя. Весеннее тепло придет в наш регион в конце следующей недели. Температура поднимется до плюс 8 градусов. В теплой атмосфере сегодня прошел торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной. Поздравил фронтовиков с предстоящим Днем Победы глава региона Игорь Орлов. 32 ветерана со всей области собрались не только для общей фотографии. Говорят, что возраст все реже позволяет встречаться в кругу тех, кто пережил тяготы фронта и радость победы. Но в канун 9 мая каждый из них вспоминает, как дорого стоил триумф над захватчиками. Среди почетных гостей торжественного приема фронтовики и труженики тыла из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Няндамы, Пинишского, Каргопольского и Плесецкого районов. Огромная благодарность ветеранам войны и, я бы сказал, и труженикам тыла. Почему? Потому что напряжение усилий и жертвы были равны. Им огромная благодарность. Танкистам, минометчикам, связистам за 90. Они освобождали Берлин, Варшаву, Дрезден, воевали в Японии. Как говорят сами ветераны, кажется, фронтовая молодость отгремела только вчера, а сегодня они уже прадедушки и прабабушки. Вы сегодня являетесь той связующей нитью, которая объединяет сегодняшнее поколение и поколение победителей. Именно поэтому прикосновение к каждому из вас, минуты общения, является, по сути дела, прикосновением к тому великому подвигу. Каждый из этих пожилых мужчин – настоящий герой, заслуживший свои награды в самой кровопролитной войне в истории нашего Отечества. Каждый из них – живое свидетельство настоящего мужества и доблести целого поколения. Архангельское городское телевидение запустило проект, приуроченный к 9 мая. Он называется «Бессмертный полк. Моя история». Каждый день в нашем эфире на каналах ПС и ТВ-центр новый рассказ о тех, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны. Известные люди Архангельска и простые горожане рассказывают семейные истории о своих дедах, прадедах, бабушках и прабабушках, матерях и отцах, в жизни которых безжалостно ворвалась Великая Отечественная война. Телепроект «Бессмертный полк. Моя история» каждый день до и после выпусков новостей на каналах ПС и ТВ-центр. 9 мая главные события праздника будут в центре внимания нашей телекомпании. В 12 часов в эфир выйдет спецвыпуск итоговой программы «Семь дней в регионе», а сразу после него прямая трансляция шествия по улицам Архангельска «Бессмертного полка». Гости в студии, прямые включения с праздничных площадок, интервью участников «Бессмертного полка», интересные истории о поколении победителей и все, чем будет жить наш регион в День Победы. Встречаемся на канале ПС 9 мая в 12 часов. Сегодня ровно 140 лет со дня рождения Георгия Седова, одного из самых известных полярных исследователей. Его имя навсегда связано с Архангельском, ведь именно отсюда в 1912 году отправилась его печально известная экспедиция на шхуне «Святой великомученик Фака». Роман Арктики. Так в двух словах можно охарактеризовать Георгия Седова. Главной целью его жизни было добраться до Северного полюса. Денег на экспедицию не было, но это его не остановило. Моряков он находил в день отъезда на набережной, вместо сибирских лаек взял с собой архангельских дворняк, а вместо полноценных запасов еды – только рыбу не первой свежести. Просто начало 20 века – это такой период романтически настроенных молодых людей, для которых Арктика являлась таким местом для героической самореализации. И, безусловно, Седов был одним из таких. Седов так горел идеей добраться до полюса первым в мире, что экспедиция отправилась на непригодном судне. Шхуне «Святой великомученик Фака» на момент отправления было уже 40 лет. До Северного полюса команда так и не добралась. Георгий Седов и механик судна умерли от Синге. Судьба Шхуны, как и вся экспедиция, оказалась печальной. Уже по возвращении в Архангельск ее оторвало от причала и унесло к острову Шилов, где оно и погибло. Сейчас от судна сохранился только Ахтерштевень, который располагается рядом с Северным морским музеем. Долгое время еще виднелись какие-то части острова, шпангоуты и так далее от Шхуны, но сейчас она совершенно уже пропала под песком и илом двины, затерта ледоходом. А вот это единственный предмет, который остался от Шхуны Седова. Хоть Северный полюс не был достигнут, но неудачную экспедицию назвать нельзя. После себя Георгий Седов оставил много полезных исследований. Вместе с командой изучал Ледовитый океан, погодные условия, флору и фауну Арктики. Увидеть то, что скрыто от публики, узнать, что такое театральная читка и разглядеть настоящие эмоции актеров смогла наша съемочная группа на подготовке к премьере пьесы «Последнее искушение Ломоносова» в Театре драмы. Интермедия первая, пивная. И все-таки, почему Ломоносов решил пешком пойти в Москву? И кто же он, наш великий земляк? Создатели спектакля «Последнее искушение Ломоносова» хотят показать Михаила Васильевича в первую очередь как простого человека, а потом уже известным всему миру ученым. Ну и уникальность самой пьесы, потому что в пьесе Ломоносов представлен не как памятник, не как такой исторический персонаж, о котором никто ничего не знает, и от которого немножко вот закостенел, что ли, да, окаменел. А живой человек со своими заблуждениями, с какими-то душевными переживаниями, с болями. Живой, нормальный человек, вот как мы. Спектакль зрители смогут увидеть лишь в следующем, юбилейном, 85-м театральном сезоне. Но создатели постановки все же приоткрыли завесу тайны. Любителям театра позволили поприсутствовать при распределении ролей и первом прочтении пьесы. Из ритма неблагозвучных научных звуков вдруг вырастает странное непривычное ухо, манящее гармонией музыку. И все же главный секрет, кто будет играть Михаила Ломоносова, на встрече не выдали. Лишь пообещали – актер будет известный. На сцене зрители также увидят императрицу Екатерину II и графа Орлова. Для многих актеров роль, на которую их выбрали, оказалась неожиданной. Конечно, не ожидала. Это большая удача. Но, насколько я понимаю, Настя, Анастасия Экарева, которая сделала эту пьесу, написала, ну, она изначально, как она мне говорила, видела меня. Ну, не знаю, правда это или не правда, но, в общем, приятно, конечно, очень. На самом деле, действие очень интересное. И распределение ролей, и то, как артисты реагируют, и какие сюрпризы, и как реагируют зрители – это все очень новое для нас, очень интересно. Главный режиссер драмтеатра Андрей Тимошенко объявил следующий сезон эпохой просвещения. Зрители ожидают не только премьеры спектаклей на исторические темы, но также лекции, встречи с артистами, рассказы о жизни Ломоносова. Мы ниже желаем, наша Родина трактит, нам древняя Божий храм. Майская эстафета, которая уже завтра стартует в Архангельске, изменит схему движения пассажирского транспорта. С 10 до 15 часов автобусы в сторону Соломбыла будут держать путь по проспекту Обводный канал, через Логиново, поворачивая на Троицкий проспект, а в обратном направлении – по проспекту Ломоносова. От морского вокзала и в его сторону движение будет организовано по улице Роза-Люксембург. Добавлю, что на время майской эстафеты автобусы 11, 75 и 76 маршрутов ходить не будут. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова